Дорогие друзья, вас приветствует литературная гостиная журнала Симберск. Сегодня в нашей студии гость Любовь Попета. Любовь Викторовна работает редактором в областной библиотеке для детей и юношества имени Сергея Тимофеевича Аксакова. Любовь Попета – прозаик, член Союза журналистов России, человек разносторонний, творческий, одарённый. Итак, слово нашему гостю. Добрый день, дорогие друзья. Я волнуюсь. Первый раз я в гостях у литературной гостиной. Постараюсь не разочаровать вас и рассказать о своём творчестве и о своей работе в Ульяновской областной библиотеке имени Сергея Тимофеевича Аксакова. Я очень счастлива, что попала в эту библиотеку, и мне доверили ответственную работу. Я работаю редактором. А сейчас расскажу о своём творчестве. Я родилась в Крыму. Когда мне было 20 лет, переехала жить в Ульяновск. Крым до сих пор остаётся для меня источником вдохновения, источником радости. Но и Ульяновск стал для меня городом вдохновляющим, городом родным. Потому что именно здесь я состоялась как журналист, как писатель, как дизайнер. Потому что я работала не только журналистом, я ещё и могу верстать, оформлять книги, журналы, газеты. Я более 16 лет проработала в газете «Мозаика» и в других газетах города Ульяновска. Все свои книги я оформляю и верстаю сама. Кроме этого, я сверстала более 60 книг другим авторам. Это тоже даёт мне какое-то вдохновение. Это даёт понимание, насколько Ульяновск – город творческий. Насколько Ульяновск – город прекрасен сам по себе и прекрасен теми людьми, которые живут в этом городе. В 16-м году, когда Ульяновск стал городом-побратимом Феодосии, крымского города, города, который я знала с детства, в котором я много раз была, у меня родилась вот такая небольшая повесть «Две дудочки». Она рассказывает о том, как юноша из города Ульяновска воевал за свободу крымчан. Семён, так его звали, попал в самое пекло. В 1942 году, когда он ушёл на фронт, состоялся керченский десант. Советские войска пытались освободить Крым от фашистских захватчиков. Семён был ранен и попал в партизанский отряд. Партизанское движение в Крыму было очень развито во время Великой Отечественной войны. Надо сказать, что в преддверии войны советское руководство готовилось к тому, что придётся на захваченных землях организовывать сопротивление врагу. И заранее были подготовлены партизанские базы. В Крыму существовал даже партизанский аэродром, на который садились самолёты, привозили вооружение, привозили запасы продуктов и увозили раненых на большую землю. Так вот, Семён оказался в одном из таких партизанских отрядов. Обо всём об этом мне рассказала его младшая сестра Полина. С Полиной я была знакома давно. Я как-то брала интервью у неё совершенно по другому поводу. Просто по работе мы с ней встретились. И вдруг она стала рассказывать мне о своём брате, который пропал без вести зимой 1942 года. И вот тут мы с ней нашли точки соприкосновения. Оказалось, что её брат пропал без вести под Феодосией. А мне всё, что связано с Крымом, очень близко и дорого. И вот Полина Ивановна рассказала мне о том, что один из её внуков попытался найти в интернете сведения о партизанах Крыма. И нашёл очень много интересного. Он стал переписываться по интернету с таким же подростком, как он сам, из города Феодосии. И оказалось, что в партизанском отряде воевала бабушка этого подростка. И вот от неё остались кое-какие записи. Самое интересное, что накануне 9 мая к Полине Ивановне приехали гости из Крыма. И привезли очень много интересных материалов. Брат Полины Ивановны, Семён, очень любил музыку. Когда-то они с отцом работали на уборке урожая. И заработали некоторую сумму денег. И отец с матерью решили купить Семёну баян. Семён очень хорошо научился играть на нём. И выступал в сельском клубе на всяких мероприятиях. Сельчане очень любили, как Семён играет на баяне и поёт. И вот в сведениях, которые привезли крымчане, оказалось, что в партизанском отряде был юноша по имени Семён. Фамилии его они не знали. Все называли его Сеня Волжанин. В один из партизанских рейдов на побережье в сторону Алушты партизаны раздобыли для Сени баян. Принесли его. И вот тогда-то в партизанском отряде началась совершенно другая жизнь. По вечерам Сеня садился на камень или на пенёк и начинал наигрывать любимые всеми песни. А партизаны, которые не ушли в это время в рейды, садились вокруг него и тихонько хором пели самые любимые советские песни. А ещё Сеня очень любил делать сельским ребятишкам дудочки. Он вырезал их из дерева и украшал затейливой резьбой. Ребятишки с этими дудочками играли постоянно. И когда Сеня уходил на фронт, он оставил сестрёнке Полине, которой в то время было 10 лет, такую же точно дудочку. И вот когда гости из Крыма приехали, они привезли точно такую же дудочку. Полина Ивановна посмотрела на ту дудочку, которую привезли крымчане, подошла к своему шкафчику, достала что-то завёрнутое в мягкую ткань, развернула, и рядом с крымской дудочкой легла точно такая же дудочка, украшенная затейливой резьбой с вырезанными буквами СВ Семён Викулов. Вот эта повесть связала для меня два города, две разные эпохи в моей жизни – Крым и Ульяновск. Для меня очень важно то, что Крым остаётся моей малой родиной, а Ульяновск стал для меня городом становления, становление городом любви и городом, где я состоялась как человек. Кроме военных рассказов, я пишу небольшие повести о Крыме, о людях, которые в Крыму живут. В Евпатории компактно проживает народ, который в соцветии крымских народов уникален. Это караимы. Тайна происхождения затерялась в веках. Обычаи и обряды этого народа красочны и разнообразны. Их культура богата историческими традициями. Религия достойна уважения. Основным постулатом является служение Господу и любовь к ближнему. Кроме Евпатории, караимы живут в Польше, в Литве. Караимы – очень красивый народ. На территории Евпатории это один из прекрасных крымских городов, курортов. Находятся исторические памятники. Это караимские кенасы. В них это и музей, и церковь, молельные дома караимов. В них собраны реликвии, которые этот народ хранит веками. И вот я написала небольшую повесть, даже скорее легенду о юной черешне и озорном ветре. Она посвящена любви двух караимов. Совсем юной девушке и моряка, который ушел, попал, ушел в плавание, попал в плен к пиратам, но все равно нашел возможность вернуться к своей любимой. Самое интересное, что священное дерево караимов Нарыш, это гранат. Нарыш, по-караимски гранат. Очень многие люди, известные люди в России, мы даже не знаем об этом, а принадлежали к караимскому племени. Балерина Павлова. Нарышкин, наш известный политик, он тоже из караимов. Бывший когда-то министр обороны Родион Малиновский, он тоже караим. И многие другие известные люди. Крым это еще и источник боли, как я в самом начале сказала. В 2014 году произошли события, которые позволили крымчанам влиться в семью России. Стать одним из народов, которые проживают на российской территории и которые защищены мощью России. Крымский мост связал неразрывно две стороны. Крым и российскую территорию. Конечно, и сейчас в Крыму очень много проблем. Вот сейчас много проблем с водой. Недавно сказали по телевизору, даже несмотря на то, что выпало очень много осадков, выпало очень много снега, но крымские водохранилища заполнены на 7-17% водой. Это всегда было большой проблемой для Крыма. И в то же время крымчане это очень веселый, гостеприимный, очень добрый народ. Крымчане это разнонациональный народ. В Крыму проживают и русские, и украинцы, и греки, и армяне. Очень много разных народов, которые живут в мире дружбе и любви. Я родилась через 12 лет после войны. Я помню тех людей, которые воевали. Я помню их молодыми. Я помню тех, которые не хотели рассказывать о тяготах войны. но всем своим видом говорили о том, что они победители. У меня есть сборник «Юность опаленной войной». В нем я собрала рассказы, которые может быть мне не рассказывали люди сами о том, что они пережили, но по каким-то признакам, по каким-то их словам, по каким-то небольшим воспоминаниям я по крупицам складывала ту историю, которую рассказывала потом в каждом из этих рассказиков, новелл или повестей. Хочу рассказать вам одну историю, которая затронула меня до глубины души. У моей мамы была подруга Галя, ковестница, а у нее две старшие сестры, Мария и Оксана. Всех трех девушек во время войны угнали в Германию на работы. Вы знаете, что был такой период, когда немцы массово угоняли советских людей на работу в Германию. Девушкам повезло, они попали не в концлагерь, не в какое-то страшное место, а попали к богатому фермеру, инвалиду войны, который выращивал скот для фронта. Девушки работали на свиноферме, с ними вместе здесь работали чешки, польки, румынки. Все были молоды, работа, конечно, была очень тяжелая, но девчонки каким-то образом научились общаться между собой на смеси всех языках одновременно. Сестры держались вместе, и надо сказать, что хозяин фермы не свирепствовал, не злобствовал. Он считал всех этих женщин рабочей скотиной, а рабочая скотина должна быть в порядке. Поэтому девушек неплохо кормили, они жили в довольно теплом помещении, им даже иногда давали мясо, но работа все равно была очень тяжелая. Гале в то время было всего 16 лет, Мария была постарше, и Оксана самая старшая, ей было около 24 лет. Оксана к тому времени закончила институт и перед войной преподавала немецкий язык в одном из техникумов. Она была белокурая, очень симпатичная, и однажды на нее обратила внимание жена хозяина фермы. Она иногда приезжала, и девушки обращали внимание, что у этой женщины взгляд пронизан тоской, и девушки шептались между собой, что хозяйка не может иметь детей, а детей им очень хотелось. Однажды вечером Оксану, старшую сестер, хозяин куда-то позвал. Вернулась она вся в слезах, девушки втроем забились в угол и проплакали до утра. Оказывается, хозяин предложил Оксане родить ребенка. Если она не согласится, то всех трех сестер он отправит в концлагерь. Девушки не знали, как решить эту проблему, но плачем делу не поможешь. И через год примерно, ну, меньше, Оксана родила сына, которого у нее тут же забрали и унесли. Когда девушек освободили советские войска, их, как это было положено, пропускали через специальные службы, и девушки на допросе рассказали пожилому майору, который их допрашивал, о том, что с ними случилось. Он подумал немного и сказал, забудьте, если вы сейчас расскажете об этом откровенно, то вас могут отправить места не столь отдаленные. Припишут связь с фашистом и на этом ваша жизнь будет окончена. Девушки посмотрели друг на друга и решили, что никому больше об этом говорить не будут. Мы в нашей семье, мы очень близко общались с Галей, это была подруга моей мамы, еще раз повторю. Так вот, обо всем этом мы узнали только тогда, когда началась перестройка. Где-то в 90-е годы пришло письмо из Германии со множеством штемпелей на имя Оксаны. В нем было написано, что женщина, которая была замужем за сыном Оксаны, узнала о том, что это сын русской женщины только тогда, когда умерла свекровь. Перед смертью свекровь рассказала ей о том, где они взяли себе ребенка. И вот теперь, когда уже нет свекрови в живых и, к сожалению, нет ее мужа, она решила написать этой русской женщине. Сведения о ней сохранились у свекрови. у нее два сына и она очень хочет, чтобы они увидели свою настоящую бабушку. В нашей семье и в семье Оксаны, которая после войны так и не вышла замуж, очень долго совещались по этому поводу и решили, что поедут в Германию, как их приглашала Марта. В Германию Оксана поехать уже не могла, она к этому времени была больна, почти не ходила. Поехали Галя со своим сыном. Постречались с семьей Марты и побывали на том месте, где когда-то была эта ферма. Там уже стоял новый современный город и, конечно, никаких следов пребывания они там не нашли. Вот эта история так меня поразила, что я решила написать рассказ и включить его в этот сборник. Жизненные истории, которые происходят рядом с нами, мы очень часто не замечаем. Иногда бывает так, что живет с нами рядом какой-то человек, женщина, мужчина, мы ничего о них не знаем, они улыбаются нам, мы улыбаемся им, здороваемся, а потом вдруг в какой-то момент раскрывается совершенно необыкновенное, что было в их жизни. И если вот так подумать, то ведь у каждого из нас за душой есть что-то хорошее, доброе, светлое. Может быть, мы стесняемся об этом говорить. И вот иногда, когда приходят какие-то такие вот моменты, когда люди раскрывают свою душу, это очень ценно. Я очень бережно отношусь к тому, когда люди мне рассказывают свои истории и стараюсь написать историю с хорошим концом. Хочу, чтобы люди находили в моих рассказах отклик своим теплым, добрым чувствам. В декабрьском номере журнала «Симбирск» вышла еще одна моя повесть о войне из серии «Светлые рассказы». Повесть называется «Иван Степанович». Это повесть о брате моей мамы. Он пропал без вести в 1942 году. По сути, воевал совсем мало. А оказалось, что его судьба связана не только с нашей семьей, а еще и с целым миром. Потом, через много лет, его следы мы нашли в Канаде. Эту повесть вы можете почитать в журнале «Литературный Симбирск». «Литературный журнал Симбирск» это замечательный журнал, замечательная можно сказать книга. В ней собраны лучшие таланты, самые интересные писатели и поэты нашего города и не только нашего города. этот журнал аккумулирует в себе тех людей, которые несут светлое, доброе, искреннее. В «Литературном Симбирске» опубликованы уже пять моих повестей, четыре из них из цикла «Светлые рассказы». Этот цикл я задумала, когда путешествовала из Питера в Выборг. Не знаю, почему, так очень редко мне запомнилось, что когда мы ехали в Выборг, у меня вдруг возникла идея написать серию рассказов с хорошим, светлым, добрым концом, с хорошим, светлым, добрым посылом, чтобы люди видели, что не все так в жизни плохо, что есть замечательные друзья, что есть люди, которые всегда поддержат, что наша жизнь не соткана из криминала, из чернухи, что в нашей жизни всегда найдется доброе плечо, всегда можно найти поддержку. И вот этому посвящены мои светлые рассказы. Один из них это Иван Степанович. Кроме прозы я еще пытаюсь писать стихи. Иногда это бывает просто посвящение к дню рождения друзей, коллег, родных. Очень люблю писать стихи для своих близких, пишу для сестры. Вот, например, стихотворение, которое я написала сестре, но буквально за несколько минут. «У моей сестренки четыре есть девчонки, внучки глаз не отвести, тут попробуй загрусти, Маше утром с позаранку в ранец положить баранки, варикосы заплести и досада довести, не забыть на танце Вики бантик цвета ежевики и уже купанье близко самой младшей Василисы. Все успеет моя Галя легкой поступью шагая, одного тебе желаю, будь здорова, дорогая». А потом было стихотворение «У моей сестренки есть пятая девчонка», а потом было стихотворение «У моей сестренки шестая есть девчонка, у моей сестры шесть замечательных внучек». И вот каждой из них я на день рождения тоже пишу стихотворение. Кроме этого, этой осенью и зимой у меня родился цикл стихов «Окна на юг». Окна моей квартиры действительно выходят на юг. И вот утром, вечером, днем, в любое время дня и ночи выхожу на балкон смотрю и дух захватывает. Окна на юг это здорово, знаешь, даже такое порой наблюдаешь. Год был семнадцатый, утро проснулось, солнышко радугой вдруг обернулось. Нет, не слыхали мы ночью раскатов, может гроза укатилась куда-то, нам же оставила самое лучшее, столб семицветный в полном беззвучии. Именно столб недугой как обычно. Это вот радуга, да, непривычно. Сразу вопрос возникает такой, столбом почему, почему недугой? Вдруг озаренье, все стало понятно. Планета мала, небосвод необъятен, землю беречь и лелеять давайте, внукам ее красоту передайте. Это действительно в семнадцатом году, в сентябре я сфотографировала из окна, было замечательное явление природное, столбом стояли две радуги за свиягой. У нас вот вид из окна на свиягу, на ашан. Еще одно стихотворение из этой серии «Окна на юг это здорово, знаешь, ты до рассвета окно открываешь, видишь, напротив, на бархатном своде гигант Орион на тебя лук наводит. Пояс алмазный сияет так ярко, от восхищения становится жарко. Вселенная нам распахнула объятия, ждут ли нас где-то по разуму братья? Мчимся стремительно в звездном потоке, неужто мы в космосе так одиноки? Неужто нигде нет похожей планеты, где-б дали землянам разумных советов, как нам сберечь синего небосвода, сделать прозрачнее озерные воды, зеленью трав и цветов разноцветьем, землю укрыть нам? Эй, братья, ответьте! Нет, тишина, лук натянут сильнее, оттуда ему, Ориону, виднее, что землю, спасти это наша планета, глав государств и простых индивидов. Действительно, в сентябре, в октябре, ноябре месяце, прямо перед окнами, если вот выйти ночью, часов в одиннадцать, висит созвездие Ориона, прекрасное, красивое, замечательное созвездие, вот оно вдохновило меня на такое стихотворение. Окна на юг, это здорово, знаешь, левую створку с утра открываешь, видишь рассвета нежные крылья, пахнут они почему-то ванилью, ах, это крошки от кекса остались, с осенью вкусно вчера распрощались, чай золотистый с вареньем и медом, нынче щедра на подарки природа, скоро закружат снежинки колючие, белая ляжет на землю беззвучие, будем грустить об ушедшем багрянце, глядя на гладкие яблок румянцы, ждем мы конца високосного года, ждем дешифровки проклятого кода, но осень двадцатого чудо природы, долго еще будем петь мои оды. Ну, вот такой цикл, это как бы начало моей поэтической карьеры, я так думаю, потому что очень хочется продолжать, очень хочется написать что-то значительное. Вот и закончилась наша встреча. Я очень благодарна зрителям, очень благодарна моим читателям, которые оставляют отзывы на моей странице. «Хочу пожелать всем весны, хочу пожелать всем счастья, хочу пожелать только добра». В своих произведениях я всегда стараюсь писать о добром, о хорошем, о светлом, поэтому всем вам и всем нам желаю мира, добра и счастья. Благодарим нашего гостя за участие в программе «Литературная гостиная» журнала «Симбирск». Любовь Папета автор светлых рассказов и как всем читателям не хватает истории с хорошим концом. Мы будем ждать новых публикаций, новых рассказов, возможных стихов от замечательного талантливого автора. А вам, дорогие друзья, желаем добра и света, светлого весеннего настроя вашей души. Всего доброго, до новых встреч!